Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я расскажу вам о том, что делать, если у вас сводят ноги, и как бороться с судорогами в ногах без таблеток в домашних условиях подручными средствами. Сразу хочу предупредить, что методы эти ненаучные. Объяснить мы их не всегда можем, но тем не менее, они во многих случаях очень даже хорошо работают. Однако, конечно, серьезных любителей разных заумностей сегодняшнее видео вряд ли заинтересует. Я бы даже сказал, оно им противопоказано. Впрочем, вполне серьезное, большое обзорное видео о судорогах в ногах у нас на канале уже есть. И ссылка на это видео дана в описании к ролику. Так что при желании вы можете это видео посмотреть и найти там для себя много важной и серьезной информации о судорогах в ногах. Но продолжим. Что делать, если у вас сводят ноги, есть судороги в ногах, а никаких подходящих лекарств под руками нет? Или вы не можете, либо по каким-то причинам не хотите пить таблетки? Один из самых эффективных, хотя и не научных методов устранения судорог в ногах, это отвар из луковой шелухи, снятый с обычного репчатого лука. Для приготовления такого отвара желательно выбирать чистые и свежие луковицы. Чем моложе, тем лучше. Заготавливать впрок шелуху не стоит. Нужно снимать ее непосредственно перед завариванием. Перед применением шелуху желательно промыть в холодной проточной воде. Методов приготовления отвара из луковой шелухи довольно много, но я сейчас приведу два наиболее оптимальных с моей точки зрения. Вариант первый. Одну столовую ложку промытой и измельченной шелухи от лука залить одним стаканом кипятка и настоять 5-10 минут. Процедить. Дать остыть до комфортной температуры. Выпить этот стакан нужно медленно, за один раз, желательно вечером. Можно или натощак, или после еды. Такой отвар нередко помогает практически сразу. У многих людей после его применения судороги проходят в эту же ночь. То есть уже эту ночь человек спит без судорог. Хотя иногда, к сожалению, эффект проявляется не так быстро. То есть за несколько дней. От 3 до 7 дней. В целом же полный курс лечения по одному стакану отвара из луковой шелухи каждый вечер на протяжении 2-3, максимум 4 недель. В дальнейшем для профилактики судорог такой отвар пьют только 1-2 раза в неделю. Причем пьют хоть год, хоть два, хоть три. Столько, сколько потребуется и сколько захочется. Обратите внимание, если вкус отвара покажется вам слишком неприятным, то этот отвар можно разбавлять обычным черным несладким чаем. И можно также добавлять дольку лимона. К слову, луковую шелуху можно в принципе заваривать сразу черным чаем. Тогда вкус и запах лука практически не ощущаются, или ощущаются намного меньше. И тут, как это часто бывает в процесс съемок, вмешивается съемочная группа. Ребята спрашивают, а заваривать можно только с черным чаем, или, например, с зеленым тоже? Да, с зеленым чаем тоже можно заваривать луковую шелуху, но все-таки лучше именно с чаем черным. Как заваривать луковую шелуху вместе с черным чаем? Да, собственно, делаем все то же самое, как мы до этого делали, но теперь добавляем туда и чай тоже. И принимается такой чай так же, как и отвар из луковой шелухи. Один раз в сутки, вечером, после еды или натощак. Есть еще один вариант приготовления отвара из луковой шелухи. Он посильнее, но более хлопотный и более невкусный. В этом случае отвар готовится сразу на два дня. Две столовых ложки промытой и измельченной шелухи от лука залить в кастрюльке или в другой емкости двумя стаканами кипятка. Поставить эту кастрюльку на плиту и варить на маленьком огне примерно 5 минут, иногда помешивая. Затем нужно снять эту кастрюлю с отваром с плиты, накрыть ее крышкой или полотенцем и дать настояться примерно 20 минут. Получившийся густой отвар делят на две части, порция на сегодня и порция на завтра. Первую порцию выпиваем в этот же раз вечером, а завтрашнюю порцию убираем в холодильник. На завтра ее можно употреблять или сразу из холодильника, или дать настояться при комнатной температуре. Курс лечения таким концентрированным отваром из луковой шелухи один раз в сутки вечером на протяжении одной-двух недель. В дальнейшем для профилактики судорог такой концентрированный отвар пьют только один раз в неделю. И пьют хоть один год, хоть два, хоть три. Столько, сколько потребуется можно и дольше. В том случае, если судороги у вас начинают возвращаться. Что еще хорошо и чем отвары из луковой шелухи могут быть нам полезны, если не говорить уже о судорогах? Во-первых, отвары из луковой шелухи хорошо помогают при простудных заболеваниях. Кроме того, при долгом приеме отвар из луковой шелухи помогает многим людям, страдающим от гипертонии, снижать повышенное артериальное давление. Но этот же момент нужно иметь в виду гипотоникам, то есть людям, страдающим от пониженного давления. Имейте в виду, что иногда прием отвара из луковой шелухи может приводить к снижению давления. И этот фактор нужно учитывать. Есть ли у отваров из луковой шелухи противопоказания? Их практически нет. Нельзя только использовать такие отвары тем людям, у которых имеется индивидуальная непереносимость или аллергия на лук. Однако, говоря о противопоказаниях, многие из вас смогут прочитать в интернете такие слова. Считается, что отвар из луковой шелухи нужно принимать с осторожностью тем людям, у которых повышенная свертываемость крови. Ведь лук содержит квертицин, высокая концентрация которого может быть опасна. И злоупотребление таким напитком способно привести к тому, что кровь станет еще гуще. О чем тут шла речь, дорогие друзья? Что если принимать отвар из луковой шелухи неправильно, в больших дозах, то есть дольше, чем нужно, то тогда могут возникнуть проблемы. Однако, если все делать правильно, то тогда этих проблем не возникнет. Так, с луковой шелухой пока все. Еще один метод борьбы с судорогами в ногах, о котором нам известно и о котором нам писали, к тому же, очень многие зрители, это сок лимона. При судорогах в ногах его используют либо каждый вечер, либо непосредственно в тот момент, когда ногу свело судорогой. Нужно взять лимон, разрезать его пополам и натереть кусочком лимона, его влажной стороной, конечно, натереть то место, которое скрутило судорога. У большинства людей после этого судорога отпускают сразу, или почти сразу, примерно через 10-15 минут. Не повторять такую процедуру можно хоть каждый день, при необходимости. Комментарий в тему. Спасаюсь от ночи к судорогу в ногах лимонным соком. Перед сном отрезаю от лимона круг толщиной 1 см, выдавливаю сок на ладонь и смачиваю ногу. Втирать не нужно. Жду, когда подсохнет и ложусь спать. Утром можно повторить процедуру еще раз. И судороги от вас отстанут. Еще один способ, который многим помогает снять судороги очень быстро, это растирание ног, сведенных мышц, обычной водкой. Делается такое растирание не для профилактики, а только в тот момент, когда у вас сводят ноги. Комментарий в тему. И мне, и моему отцу растирание ног водкой помогает очень быстро снять судороги в ногах. Но, конечно, все-таки желательно сначала узнать причину этих судорог, потому что я подозреваю, что это у меня наследственное. Хороший комментарий. Действительно, прежде чем лечиться от судорог в ногах, даже народными методами, желательно все-таки сначала выяснить причину возникновения этих судорог. И об этом мы говорили в большом обзоре в нашей программе о судорогах в ногах, которую вы можете посмотреть в любой момент. Ссылка на эту программу дана в описании к сегодняшнему ролику. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Делитесь этим видео со своими близкими и знакомыми, со всеми, для кого это актуально. И, пожалуйста, делите комментарии своими историями борьбы с судороги в ногах, если такие были. Это будет интересно и нам, и многим нашим зрителям. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.